Борд Волк Пейперс И посмотрим на эту замечательную колоду Что ж, друзья, приступим к нашему обзору Итак, колода Борд Волк Пейперс Первым делом, что хочу сказать, что эта колода принадлежит компании The Blue Crown То есть это очень известная студия, молодая, но уже хорошо зарекомендовавшаяся на рынке То есть ее авторству принадлежат такие классные карты, как The Blue Crown и Knock Думаю, всем известные карты Вот, то есть, как мы помним, начальником The Blue Crown является Алекс Пандре Что ж, колода из себя представляет колоду, которая выполнена в винтажном стиле То есть переносит она нас во времена сухого закона в Соединенных Штатах Вот, всякие надписи выполнены как раз вот в таком вот стиле Как тогда еще, в стиле тех годов Вот, коробочка у нас изготовлена с применением золотой и белой фольги И тиснением То есть тиснение у нас это вот, когда мы пальцами, допустим, проводим, да Мы чувствуем всякие выпуклости, шероховатости и так далее То есть, что, собственно, у нас изображено на колоде То есть колода у нас выполнена на таких вот коричневых оттенках С золотистыми рисуночками, узорчиками, да И здесь таким вот надписью белая такая надпись с полосочками такая Boardwalk Papers Вообще, Boardwalk Papers как дословно переводится Я вот, честно говоря, не знаю, переводил через переводчик Но вообще это переводится как какие-то дощатые документы То есть, board, как бы это board, да То есть, деревянная палуба там или еще что-то board Boardwalk, это как бы имеется в виду настил Вот именно, ну, грубо говоря, палубу, да То есть, это вот дощатый настил из дерева Вот, но так как здесь присутствует слово Papers Papers это означает что-то, то ли бумага, то ли документы Вот, то есть, название какое-то Ну, лично для меня какое-то оно непонятное Да, дощатые документы там Какая-то ерунда Поэтому, если вы точно знаете перевод, как переводится это название Вот, если вы хорошо владеете английским То, пожалуйста, напишите в комментариях Я буду прям очень благодарен Итак, здесь у нас надпись The Fantastic То есть, фантастика И здесь вот у нас надпись Playing Cards Ну, понятное дело, игральные карты С одного торца у нас здесь надпись The Blue Crown Playing Cards То есть, игральные карты The Blue Crown Здесь, наверху, на крышке надпись Admit One И здесь надпись Admit One То есть, Admit One у нас переводится примерно как единственно признанный Покрытие Premium Finish на этой колоде Да, когда, кстати, отрывал наклеечку Произошел такой небольшой конфуз Вот краешек, уголочек вот этот вот на коробочке Случайно оторвался Коробочка какая-то не очень надежная, наверное, попалась Потому что, ну, в первый раз, честно говоря, такое Здесь вот на задней части у нас изображено изображение Которое у нас присутствует на рубашках То есть, довольно-таки-то интересное такое все Здесь также надпись Boardwalk Admit One Ну, это мы все посмотрим еще на рубашке И здесь вот у нас надпись такая Printed in Taiwan То есть, напечатано в Тайване Exclusively for the Blue Crown То есть, эксклюзивно для Blue Crown От Expert Playing Card Company То есть, обратите внимание Это уже не United States Playing Card Company Которые штампуют Bicycle, B и так далее Здесь уже своя другая печатная организация Да, Expert Playing Card Company Вот такая вот у нас коробочка Так, ну что же Давайте мы ее откроем И посмотрим, что у нас внутри Да, кстати, в этой коробочке применена печать еще и внутри коробки То есть, обратите внимание Внутренность тоже отпечатана Итак, что мы имеем здесь Первым делом, конечно же, давайте посмотрим сразу на Туза и на Джокеров То есть, обратите внимание В каком стиле нарисован Туз Он как будто бы именно нарисован карандашом вот здесь вот на этой карте Это очень красиво Мне прям очень это нравится То есть, в таком вот винтажном стиле такого вот годов 30-х Вот такие вот шрифты, такие рисуночки были в Соединенных Штатах Мне лично вот этот Туз очень понравился Давайте сразу посмотрим на рубашечку Какая у нас здесь рубашка То есть, на рубашке у нас выполнена в таком коричневом стиле И таким светло-коричневым Светло-коричневыми узорчиками украшены Первым делом, конечно же, бросаются в круг Точнее, не в круг, а в глаза Два таких вот круга Которые соединены таким вот ромбом И здесь надпись такая Admit One Admit One То есть, как мы знаем, это как бы единственно признанный переводится Ну и здесь вот сверху надпись такая Boardwalk Рубашечка у нас зеркалит друг друга Ну, как на большинстве колод Вот такая вот красивая рубашка Вот такой вот красивый пиковый Туз Джокеры Джокеры здесь полностью одинаковые То есть, они ничем не отличаются По крайней мере, сколько я смотрел, ничего не увидел И выполнены вот в таком вот стиле То есть, такие прикольные надписи, красивые Как будто бы такие вот прям от руки все прорисованы И заштрихованы С тенями И с такой вот штрих-пунктирной линией Со штрихом Вот такие вот Джокеры Boardwalk Итак, сама колода Изображения у нас классические здесь Но изменены цвета То есть, обратите внимание За место красного цвета Классического Здесь темно-темно-темно Такой коричневый цвет сделан То есть, за место синего Добавлены такие золотистые оттенки Белый как бы оставлен белым Вот Ну и собственно и все Такие вот у нас классические изображения Такие вот у нас расцветки Сами цвета, сами изображения мастей Как бы, да, они те же самые То есть, обратите внимание Также Валет, дама, король, крести Красный цвет также слегка затемнен То есть, он не классический красный Как, например, на байсиклах стандартах Он сделан потемнее Так, давайте я для сравнения Возьму какую-нибудь колоду С классической расцветкой Например, байсикл скул возьму И посмотрим Например, вот червовый туз Вот червовый туз Байсикл скулов Это стандартная расцветка А этот туз уже за борт волк Здесь, видите, уже Затемненный цвет Такой вот Как краповый Также давайте пробежимся До стандартных лиц То есть, обратите внимание Опять же Как я говорил Здесь цвета изменены Сейчас я вам покажу В сравнении с Классическим цветом То есть, классический цвет у нас Вот, классическая расцветка То есть, обратите внимание Красные тона Заменены на коричневые Желтые Заменены на Такие вот золотистые Синий оставлен черным Ну, собственно Белый остался белым Ну, как бы и все То есть, синий Здесь вот синий Тоже, кстати, выполнен Таком в коричневом стиле Коричневым цветом Ну, в общем Преобладающий цвет колоды Как и карт То есть, это коричневые И золотистые оттенки И вся колода Вот так вот у нас Выполнена Вот такая вот колода Друзья, что хочу сказать По качеству этой колоды Эта колода Это Один в один Карты Ноквэ 3 То есть, вот То же самое покрытие Вот это вот Как будто бы они Немножечко жирноватые Такие вот Вот все то же самое То есть, это не Байсиклы стандарты То есть, это бумага Уже не компания United States Playing Card Company Это бумага уже Эксперт Как там она? Эксперт Playing Card Company То есть, бумага Как бы отличается Это сразу понятно Поэтому, у кого карты Ноквэ 3 есть Вот это Вот по качеству Все то же самое А что это означает, друзья? А это означает, что Эти карты прослужат Очень долго Потому что Ноки как бы известны Своей терпимостью К износу К повышенным нагрузкам То есть, их хорошо Применять при отработке Флориши там всяких И так далее То есть, вот эти карты Все один в один Также они жестковатые Как Ноки Но в то же время Они превосходно Скользят Хорошо веерятся Также все Раскладывается Спокойно Ленты Ну, в общем Все флориши Которые касаются Скольжения Выполняются Превосходно Поэтому Друзья мои Если вы задумываетесь О покупке Хорошей Качественной Колоды Которая Прослужит Долго Вот советую Вам обратить Внимание На колоду Борд Волк То есть, это Действительно Шедевр Прям вот Вы не пожалеете То есть, ничего лишнего Качество На высоте Ну и плюс Изображение Красивое Ну Че еще надо Собственно Ну Собственно Вот и все Кому понравились Эти карты То ссылочку На покупку В проверенных Магазинах Я оставлю Как обычно В описании Ролика Ну что же На связи С вами был Куликов Сергей Он же Моряк Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Комментируйте Чтобы участвовать В конкурсе И выигрывать Призы Ну а мы С вами прощаемся До следующих Видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok